Арктический фестиваль Териберка, который с 2015 года проводится на территории одноименного сельского поселения Мурманской области, в этом году состоится в сентябре. С просьбой о переносе одного из самых ярких событий лета на первый месяц осени, губернатору Андрею Чибису обратился председатель комитета по туризму Мурманской области Александр Елисеев. С таким запросом обращаются предприниматели, поскольку 25 августа есть пересечение с гастроиндустрифест, который будет проходить в Никеле днем Шахтера. В сентябре плотность мероприятий ниже, стоимость билетов в Мурманск в том числе ниже, и мы рассчитываем, что такой вариант по датам будет для всех удобен. В прошлом году Арктический фестиваль Териберка посетили более 15 тысяч гостей из 41 региона страны. Это на 50% больше, чем годом ранее. Сколько туристов в этом году соберутся на край света, станет известно уже 14-15 сентября. Андрей Чибис согласовал эти даты и заодно обозначил новую задачу. Переносите, но, коллеги, я прошу на будущее, когда планируете, делать это с учетом всех обстоятельств. И, конечно же, на профессиональных праздников наших людей, которые трудятся на территории. Менее чем за 10 лет Арктический фестиваль Териберка заработал всероссийское признание. В прошлом году он был признан победителем конкурса «Торговля России» в номинации «Лучшая ярмарка». А годом ранее стал обладателем Гран-при национальной премии в области событийного туризма «Russian Event Awards» в номинации «Лучшее муниципальное событие в области гастрономического туризма». Еще одну награду организаторы получили от Русского географического общества за большой вклад в развитие туризма и продвижение уникального туристического потенциала Арктической зоны России. Накануне днем очевидцы сообщили – горит природный парк Териберка. Сотрудникам местной пожарной части локализовать очаг возгорания своими силами не удалось. Поэтому к тушению пожара вечером подключились пожарные из мурманского авиаотделения. Площадь, пройденная огнем, составила 2 гектара. Причиной чрезвычайного происшествия, по предварительной версии, стала непотушенная сигарета. Региональная Минприрода напоминает – за нарушение правил пожарной безопасности в лесах гражданам грозит штраф до 30 тысяч рублей. На особо охраняемых природных территориях наказание может быть более суровым. И еще об одном происшествии. 31 июля на 22-м километре автоподъезда к Апатитам с трассы в Кювет вылетел большегруз с прицепом. Он перевозил стройматериалы. По предварительным данным, причиной ДТП стало то, что у машины на ходу взорвалось колесо. На месте происшествия работали пожарные части 31-й части – спасатели, медики и полицейские. Бригада скорой помощи доставила 42-летнего водителя в больницу. Мужчина получил травму грудной клетки и живота, а также ушибы и перелом носа. На момент перебытия спасателей на месте ДТП уже работали бригады скорой помощи и пожарная часть номер 31. С пожарными было произведено отключение АКБ, то есть аккумуляторной батареи. Проверено на розлив топлива. Действия спасателей были такие. То есть произведено ограждение места ДТП, сбор полной всей им нужной информации. Ну и, соответственно, произведена фотофиксация. Продолжение следует...